Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня 16 июля 2022 года и я, Анвар Устемов, нахожусь в гостях у начинающих дарпироводов Сулеймана и Рашида Марова. Это поселок Александровка, возле Бишкека, Кыргызстан. Эти репортажи я делаю в рамках популяризации мясной породы, именно в частности сейчас Дорпер, у нас в Центральной Азии, России. Очень большой сейчас идет интерес к этой породе и я хотел бы осветить порядка 7 репортажей за 2 дня, 16-17 число запланировано. И я начал свои репортажи с этого хозяйства, с хозяйства Марова. До этого были репортажи, если помните, Пардавая и Жанебека, Жанебек Байке с Оша. Теперь вот мы присутствуем вот здесь. Так, Сулейман Ага, расскажите, когда началась вообще деятельность с Дорперов? Ассалам алейкум. Добрый день. Ну, началось, что мы фактически завезли его в декабре месяце, в начале декабря. 21-го числа, в декабре, 21-го года, это получается 7 месяцев назад. Да, 7 месяцев назад. Ну, они вот принесли первый преплод, кто принес, кто нет. Вот. У меня здесь 17 маток и 3. 17 маток и 3 производителя. Откуда было завезено все это? Это было завезено с Европы. Прямо с самой Европы? С какой страны? С Германии. С Германии, да? Да. Ну, вот вы когда их покупали, вы их там сами выбирали или вам выбрали и отдали? Нет, мы нас пригласили туда на выборку, но показали уже в список, показали барану этих, уже в этих загонах. Они находились на культурном пастбище. И отсюда все выбраны ими уже, мы могли только выбрать из них еще, отбраковать, вернее, только 20%. А, то есть из того, что вам предоставили, у вас было право отбраковать только 20%. И при этом вот то, что выбрали, вы все загрузили, да? Да, да. Вот какая сама процедура привезти с Европы баранов? Вот у нас многие сталкиваются и не знают, как сам вот этот алгоритм. Привезти баранов с Европы завезти, вот фактически вот этих племенных животных, очень проблематично. Мы выбирали несколько вариантов, рассматривали, через Россию, напрямую. На это ушло у нас больше полгода. Это вы полгода как в Германии начали саму процедуру? Саму процедуру не в Германии, а саму процедуру вообще, как провести их, дорперы вот этих вот. Вы начали с контракта, да, сначала? Да, с контракта начали. Вот, чтобы получить это, нужно будет заказывать. У них там нет свободной продажи. То есть мы должны сперва сделать договорное мерение, вот, заключили договорное мерение. Они нам оставили нужное поголовье, процедуру, 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 процедуру. Привезли мы их шестимесячных, восьмимесячных, процедуру очень долго. Мы заказали на осень, весной заказали на осень, на весны не было уже стада, поэтому мы заказали на осень. Это получается, вы ровно год назад сделали заказ, это в июле примерно, 21-го года, и в декабре вам только предоставили их, да? Да, да, только в декабре. Ну, в общем, заказ мы уже, да, где-то 6-7 месяцев. Ага, у них. У них. Так, потом сама процедура там, какая идет? Сама процедура, они, карантин, там, у них. Да, после отбора, когда нас пригласили на отбор, мы отобрали по списку, по внешнему виду, вот. После, когда мы оттуда уехали, они уже его в карантин поместили. Месяц у них там в карантине. Ну, вот за вот этот карантин вы сами платили? Нет, это все хоть в стоимость доставки. Нет, не доставки, самого товара. Самого товара, да. Или доставка? Доставка полностью. А вы покупали баранов с доставкой, да? Да, на условии СИП. Понял, понял. На условии СИП. У них вот это вот, то, что хорошо, это живое существо, поэтому они привозят сюда уже на условии СИП. И сутки еще у нас здесь держат, после разгрузки. Если падежа нету, значит, засчитывается полностью, сколько привезли. А, все ясно. То есть, после того, как привезли то, что выжило, через сутки, то уже оплата на это количество идет. Если какой-то там есть потеря, то они, значит, возвращают деньги. А, возвращают. Значит, оплата производится сразу, а потом как бы акт приемки пишется, составляется после доставки через сутки. Если не секрет, сколько одна голова обошлась с доставкой? А, еще и растаможка, да, была отдельно? Растаможка отдельно, но у нас нету у нас всегда растаможки, у нас госпошлина и все, таможенные пошлины, вернее. И все, а то, что растаможка, там еще какие-то налоги платить нету. Там незначительная сумма, да? Незначительная сумма. Ну, а сама, получается, овца, сколько она стоила сюда с приездом? Ну, как вам сказать, это... Примерно, все понятно, примерно. Больше тысячи долларов? Да, да, больше. До двух? Там же евро идет, с Европы, да. До двух тысяч долларов? Да. До двух. Ну, вам пришлось съездить в Германию, да? Да, за свой счет мы ездили. Там жили в гостинице? Да, а там уже, когда приехали, там нам предоставили гостиницу, питание, все это защитило. То есть, их не счет. Ну, как зависит? Это все входит, фактически, в стоимость барана. Ясно. Переводы делали в три транжа. Первый заказ 20%. Второй, значит, когда готовы уже заказы, они в своем хозяйстве на карантин маленький ставят, отбор делают. После отбора еще 20%. Ну, вот вы говорите, что все это проблематично. В чем в итоге сама проблема заключается? Проблема найти вот этих вот поставщиков было, Сверху. Мы перебрали очень много. Они должны быть, поставщики, качественный товар, чтобы давали? Или чтобы поставщики были порядочные? В чем вопрос вообще заключался? Первый долгий, ну, тут порядочность. Если порядочность не надо, и качество будет. Ага, ясно, ясно. А так, видите, мы привезли, вроде бы таких больших нареканий нет. Что хорошо, что вот эта фирма, которая нам поставляла, через месяц они выслали своего ветеринара еще на обследование. А, сами, да? Да, да, да. Они это уже за свой счет прилетели. Мы только их встречали здесь, гостиницу обеспечили питание, ночлег. И они еще раз обследовали. Так у них получается еще с сопровождением, да? Сопровождение идет, да. Но, скажем так, очень серьезная компания. Компания очень серьезная. С которым вы. Да, поэтому и стоит хороших денег. Но вы сейчас их зарегистрировали у нас, у вас в Кыргызстане? Нет, подали на регистрацию, пока еще в общий реестр Минсельхоз все не занес. А в чем проблема? В чем в Кыргызстане? Так много работы, что вот, или так много пород, что именно, скажем так, самую популярную в мире породу, вот, по крайней мере, у нас, вот, почему не могут зарегистрировать? Мы Казахстан в этом плане гораздо, между прочим, активно продвигаемся. Обещали за три месяца все это сделать, так и не сделали, пока еще. Но вы к кому? К министру обращались? К министру самому мы не обращались. Есть у нас племоотдел у нас в Минсельхозе, мы в основном с ними работаем. Давай тогда вот как. Все документы все им предоставили. Сейчас проведем сеть репортажей и, цикл репортажей, и после этого вы, Пардавай, Джанебек Байке, там, здесь еще кто есть? Талай, Джамшер, Василий, все зайдем прямо к министру, скажем, почему так происходит. Вы такими усилиями с Германией, за свой счет, как энтузиасты, привозите породу, ее не могут элементарно зарегистрировать. Ну, получается так, нового порода в реестре нету, поэтому это, говорит, немножко проблематично. Ясно. Все, давайте пойдемте посмотрим ваших маток. Проходите. Будете рассказывать. Или Рашид расскажет. Рашид, расскажите, пожалуйста, вот, вот матки, это оттуда приехавшие, да? Да, это оттуда приехавшие. Возраст у них, вот это, по-моему, она просто не родила или что? Вот это, нет, она в процессе, наверное, она, поздняя была. Поздняя, поздняя была. Вот, вы металлка наливаете? Возраст, ну, вот это, наверное, вот два зуба. Вот это все два зуба у них. Ага, это год. Это год-полтора. Год-полтора, да. Вот это недавно окатившись. Вот это окатившись. Десять дней. Вот это десять дней мальчик, да? Убегал. Закрывать, закрывать. Это вот два мальчика. Вот таких два мальчика. Нет, этому десять дней, тому неделя. Да-да-да. Они выходят. Так, давайте с вами, знаете, как сделаем? Для того, чтобы вот люди много, кто интересуется, замерим десятидневного и заверим трехмесячного. И примерно будет видно, какой привес суточный у вас идет. Вот это десять дней, да? Да, это вот десять дней. А весы есть? Да, весы есть. Все, давайте его на весы. И потом есть повзрослее, какой возраст? Пойдем туда, посмотрим. Так, вот это что такое? Вот это. Какой возраст? Это два-два с половиной. Два-два с половиной. Это девочки или мальчики? Это вот, это все девочки. Все девочки. Все девочки. Так. Вот, вот это мальчик. Сколько ему возраст? Они все одного возраста почти. Вот ему сколько? Два-два с половиной. Точнее можно как-то узнать? Точнее. Точнее надо же узнать. Он не должен. Нет. Самый старший, а самая старший, это вот, который. У вас все родились, да? Вот она. Это она. Подходит в трехмесяцах. Подходит в трехмесяцах. Подходит в трехмесяцах. Так, давайте берите десятидневного и возьмем одного-двухмесяцах. Сейчас. Сейчас. Там скажи, что я веса получу. Нет, давайте вынесем, может быть, туда. Да, сейчас. Или весы вот сюда поставим, вот сюда внутрь. Сейчас вот эту поймаю. Может, с первой весы перевезем, Рашид? А весы пошли. Так, это та же партия, только родили чуть раньше, правильно? Да. Это та же партия. Иди сюда. Это тот мальчик, да? Это мальчик, да. Кого будем взвешивать? Вот эту девочку, да? Ну-ка, вот здесь поставь, поставь. Вот это вот белое пятно на голове, это не является браком вообще? Нет. Это нормально, да? Да. Это они пришли вот эти вот заряженные там или от вашего кушхара? Это от нашего кушхара. Но кушхар, в принципе, брали в том же хозяйстве, да? Да. По документам он проходил как на... Давайте пока весы принесут. Это сюда запустите. Там, где, здесь. Там. Давайте пока кушхаров тоже покажем. Вот они, парни. Открывайте, открывайте. Не все ломает. Не, ну, судя по баранам, они не буйные. Они очень крепкие. Выносливые. Так, вот такие парни. Стой. Они сейчас похудели, мы их сейчас готовим. Они сейчас чуть похудели. Мы их скинули вес. На случку будем готовить? Вы одного хотя бы держите на выставку. 11 сентября, 10-11 сентября этого года, 22 года, планируется первая выставка овец мясного направления. И там от вас хорошую матку и хорошего кушхара. Скорее всего, вот этот, да у вас претендент? Вот этот. Так, кличка как у него? Кличка Вася. Вася. Вася, это его в Германии так назвали или? Нет, это его здесь так. Если в Германии, то он Вальдемар или что-нибудь такое должен быть? Нет, это здесь я его. Куда? Стой. Какой возраст у Василия? У Василия два зуба. А, ну для двух зубов очень шикарный. Вот смотрите, туловище практически гесар-арошан, а ноги просто короче все. Если добавить сами косточки на ноги, да, вот, получается крупный баран. Так же? Да. Его тоже тогда взвесим? Его, да, можем. Для интереса. Так, покажем зубы. Вася, Василий. Все, 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 все. Так, сколько он там стоил? Уже сколько он пришел или такой вопрос? Ну, бараны производители, они продаются дороже. Нет, ну понятно. Вот у него есть статус производителя? Или он осеменитель просто? Вот производитель статус, хотя у него не может быть статуса производителя. Он молодой за еще. Он молодой, ему по возрасту он по-любому не получил бы. Они пришли где-то по две тысячи долларов, да? Да. Нет, дороже. Ну, то, что я не сказал. Ну, а люди, которые интересуются, знают, они знают цену этих баранов. Для рядового обувача, который не знаком с ним, конечно, это цена под чем-то статус. Не рады. Ну, я вам скажу, Сульман, да. Две тысячи долларов – это очень дешевая цена. Очень дешевая. Очень дешевая. Такой цены сейчас нету на хорошего барана. Мы будем надеяться, будем потихоньку разводить, посмотрим. Главное, чтобы этот, они адаптировались хорошо. Ну, у вас здесь, в принципе, живот потолок сделан нормально. Жары нету. Вот сейчас, хотя июль середина. Вот ровно середина июля. Они выносливые насчет жары и холода выносливые. Они минус 40, плюс 40, они свободно выдерживают. Ну, как приехали, у вас поддержания не было, да? Нет. А ветеринар, который с Германии приехал, он какие-либо замечания сделал вам? Условия содержания. Да, условия содержания он не смог ничему, можно сказать, придраться. А кормление, уход и вакцинации он, конечно, оставил нам эту, как его, как бы памятку такую письменную. Весы сюда поставьте. Сюда весы. Вот, значит, Василий, Кошхар вот такой. Вот ценится то, что она, видите, вот линяет, сама линяет. Ну и что, что линяет? Ну вот. Ну а зачем? Вот я не думаю, что основная его заслуга в том, что он линяет. Ну, один из признаков, что это... Один, ну, у нас в Казахстане, например, в Шимкенте постричь барана 300 тенге стоит. 300. Машинкой постригают. Эти бороды, они не должны стричься. Они сами линяют. Стричка это не самый большой расход. Это, грубо говоря, 2 килограмма пшеницы и все. Как бы... Ну, она, видите, ее некуда девать, его. Шерсть? В Казахстане сейчас есть на продажу шерсть в Мерке. Хозяйство Мадьяра по 440 тенге. Вон, начальная цена у него. Есть наличие, по-моему, 15 тонн, что ли, или 30 тонн. Шерсть в Мерке. Шерсть в Мериносе. Шерсть в Мериносе. Шерсть в Мериносе. Ну, у нас здесь столько, кто на подделку берет и все. Шерсть в Мерке. Так, показания 0. Так, минутку вот, я давлю. Раз. И вот, ставишь на 0. Это 10-дневный, да? Да, это родился 10-дневный. Девочка или мальчик? Кто скорик? Мальчик. 10-дневный мальчик. Вот он. 9-700 10-дневный. 9-700. А родился он килограмма 4, наверное, да? Нет, родился он 3-800. 3-800 родился. Это 4-100 это родился? А, 4-100. 4-100 родился вот этот мальчик. И за 10 дней он стал 9-700. Это 500 грамм в день примерно прибавка у него идет. 500 грамм в день. Так, теперь посмотрим 2-х месяцев. 2-х или 3-х месяцев? Сколько он месяцев у него? Ну, будем говорить о 3-х. Так, вот девочка идет. Сколько возраст у нее? Около 3-х месяцев. Около? 3-х. Около 3-х месяцев. Так, ставим на весы. 23-800. Ну, а она сколько родилась примерно? Грамма, килограмм. А 4-100 тоже забрали. Нет, нет. Меньше. Скажи. Да. Да. Месяцев нет. Ну, получается, вот она примерно за 70 дней, 70-75-80 дней прибавила 20 килограммов, да? Это в среднем 300 грамм в день. 300 грамм в день у него идет. Это раз показать, это 300 грамм. Почему? Потому что первые... Первые дни они хорошо сбег набирают. Ну, первые дни они набирают сутки больше. Да, да. Потом... 100 метров. Так. Так же. Это 23-х. Это водорост одинаковый, да, примерно? А там примерно родилась, а это потом уже. Ну, получается, в среднем 300 грамм идет. Да. 300 грамм идет. 23. 23. 300. 200. Что, кого? Все. Все? Маленького не будем, давай. Вася надо вывезти. Вася? Так, Василий. Давайте Василия. Или легче к Василию это занести, да? Нет. Василий на это не станет. Василий на это не станет. А на что он станет? Большие веса есть. Так, Василий Алибабаевич. Давайте на весы. Нет, одного вот этого. Ну, вот, грубо, два зуба. Это примерно год-полтора. Вот такой грудак у него. 90. Здесь есть 90, Рашид. Только там надо вот такую. Посмотрим, сколько он вырастет. У нас вот гесары хорошо откормлены, годовалые. Год-год с копейками. 100-120 килограмм. 110. 110. Ну, хорошо откормили. Как откормили? Мы его взвесили 109 килограмм. 109. Ну, как гесары. Ну, еще он не набрал. Еще можно было бы откормить. Но я перестал их, почему? Потому что они... Давайте в любом случае взвесим. Да. Так, вот сотрудники, сотрудники Сулеймана и Рашида, супружеская пара, Владимир, правильно? Владимир. И Ирина. Ирина, главный зоотехник тут, правильно? Нет, я не зоотехник. Я здесь работаю, ухаживаю. Кто тут начальник? Здесь вообще работодатели, начальники. Работодатели все понятно. Начальник кто тут? Я. Вот это другое дело. По чутким руководствам дедушки нашего. Я вот. Правая рука дедушки. Пошел, да? Так, Ирина, давайте Василия, выводите Василия. А, мой муж, а, большого что ли? Да, 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 да. Владимир, да. Очень. Кстати, вот дорпер, это груда не жира, это груда мышц. Поэтому один человек, вот, допустим, Владимир, Владимир, с ним не справится один, правильно? Да. Спокойно, Вася, что у вас будет. Вот он. Он на русском языке не понимает, он с Германией же. Не надо на немецком. Так, я ноль не показал. Минутку, я ноль не показал. Так, показываем ноль. Вот он, ноль. Все, давайте. Ну-ка. Проходи. Вася. Давай, давай. Все, стой, стой. Так. Смотри, как рыба, ты как рыба, он не стоит на месте. Стой, стой вас. Володь, держи его. Все, отпускай. Вовка, отпускай. Так, 6 кг. Эй, держим, держим еще раз, еще раз. Вася. Ну, 10 было, да? Ничего, ничего, жара. В шельде сейчас. Так, все. Так, все. Вов, 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 отпускай. Отпускай. 103,5. 103,5. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, давайте покажем, пусть походит чуть-чуть. Для двух лет очень хороший показатель. Посмотрите, корпус какой. Просто как рыбина. Мощная рыбина. Вот такой он. Энерджи, да? Вы ему что, энерджи даете? Нет. Ну-ка, Ирина, вы как главный зоотехник этого предприятия? Вы родом откуда? Я слугового. Джамбульская область, слуговый район. Все, тогда с вами на казахском положении разговаривать. Так, а теперь у нас рацион питания. Нехер, он даже не берет. Сюда пройдите. Ага. Да, мы берем зоотехник. Зоотехник. Да, таклымалый зоотехник. Сюда мы берем зоотехник. Сюда мы берем зоотехник, джонышка. Зоотехник, да. Бол, баска штынки беремеемез. Созы, канды укол, процедура, нелер? Витамин, вакцина, калай, нести истерсон? Вакцина болганда, боехта самым. Мы ставим прививки ставим. А, казахшану айтайным ба. Болганда, ауэрганда или бирнэсси боп қолганда, басалганда, укол саламыз прививкаларды. Витамин, витамин болганда, витамин беремен, витамин болганда, витамин болганда, сабыз беремез. Сабыз, да? Сабыз беремез, беде беремез, джонышканы, и чгыры болганда. Ага. Обязательно беремез, да? Да, обязательно торт перештетус, там содержится полностью все... Шнеденлербар, состав. Да, весь состав всех этих. Ага. Пойдемте, покажите эту соль вашу. А, соль. А вот, по-моему, да, вот. Нет, нет, нет. Вот, это специальная соль. Вот, вот эти брикеты соли. А, это я у вас видел, когда сали на продажу есть. Да, да, вот это специальная соль. Внутри разные микроэлементы, там, да, все есть. Да, да, да. Витамин, 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 в этой соли. Ага. Так, цинук-то, цинук-то. Кшкентайларган, вот, делали купирование по столу. А, купирование сами делаете? Да, сами делали купирование по столу. Ага. Буларган, инелергией, бергенде тоже, сама, джигар берем. А вы по национальности кто? Я, Митиска, отец, казах, мама, ясно. А, ясно, ясно. Так, ну вот такое хозяйство, это обзор с дарпировоческих хозяйств Кыргызстана. Сегодня я обошел, значит, начал свой обход с хозяйства Рашида и Сулеймана Маровых. Вот. Ну, что хочу пожелать. Вот такое хозяйство. Тем более, проделано очень много, очень много усилий это все доставить с Германией. Очень нелегко. Поэтому процветание, регистрация. В Казахстане, кстати, очень большой спрос. Очень большой спрос. Давайте, чей номер телефона ватсапа мы оставим здесь для справок. 552. Плюс 996 552. 43 00 96. 43 00 96. Отец и сын Маровы Александровка Бишкек. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова